И вот, чтобы идти, а точнее даже ехать в ногу со временем, МВС Украины закупила велосипеды для патруля. Итак, устают ли ножки? Есть ли ключ на 12? Как отбиться от группы пятиклассников, кричащих вслед «дай погонять?»? Обо всем этом нам расскажет самый обычный веломилиционер. Встречаем нашего гостя. Здравия желаю! Здрасте! Здрасте, 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 да. Знаете, впервые вижу милиционера в такой форме вот. Да. И с таким добрым выражением лица. Замечательно. Это я почему раньше такой злой был? Да. Потому что у меня велосипеда не было. Это понятно, да. А почему я сейчас еще злее? Потому что раньше у меня Мерседес был. Понятно. Выключайте свою эту штучку. Ну, давайте, в общем-то, с этого и начнем. Давай. Назовите преимущество велосипеда перед автомобилем. Ага. Их три основных, да. Поехали. Значит, во-первых, мы забыли, что такое пробки и вспомнили, что такое крепатура. Это первое, значит. Понимаю. Во-вторых, значит. Теперь скрыться от нас преступнику невозможно. Остановить нас может только дождь. Неужели только дождь? Ну, если честно, открою вам секрет. В горку за преступником мы не едем. А, понимаю, понимаю. В горку тяжело, а с горки страшно. Слушайте, мы боги равнины. А бывает так, что вы вообще не выезжаете на работу? Да, только когда сынок без спросу возьмет велосипед. Это понятно. А что-то мы отвлеклись тогда? В-третьих. В-третьих, значит. Главный наш козель – это скорость. А, а в скорости, главное, ноги, да? Нет, какие ноги, вы шо? Значит, запомните, ни шо так не разгоняет велосипед, как бродячие собаки. Серьезно, вот давить сейчас, значит. Погналась за мной шавка, так я не только догнал бандита, но и перегнал его. Нет, все-таки действительно, вело милиция – это здорово. Теперь вы можете преследовать преступника где угодно. Да. Даже в пробке велосипед проходит между машин, да? Нет, велосипед-то проходит, а вот половина личного состава уже не проходит. А, уже все, понимаю. Говорят, на задание вы все время ездите парами. Обязательно. А почему? Объясню, значит, государство выдало каждому милиционеру по велосипеду, а насос один на двоих. Ах, вот оно все. А кто вообще в паре главный? Ну, тот, кто умеет ездить без рук. Вот так. Ясно, да. Не, ну вдвоем-то оно и удобнее. Не, ну и необходимо. Конечно. Значит, когда один милиционер преследует бандита, второй сторожит велосипедой. Ах, вот в чем дело. Вы же знаете наш народ. Ну да. Ну хорошо, вот поймали вы преступника, да? Как вы его доставляете в участок? На раме. И что интересно, если преступник ведет себя хорошо, он едет вот так. Вот так, вот прям. А если преступник ведет себя плохо, он едет вот так. А, ну... И по брусчатке. Вот это правильно, да. Да, честно. Так ему и надо. Конечно. Ну, хорошо, а если дорога в участок лежит все-таки в горку, тогда что? Тогда педали крутит преступник. А вы? А я на раме. А, вот так вот? Ну как буду себя вести? В основном вот так. А, ну да, конечно. Сами понимаете. Работа в веломилиции не надоедает? Не, не, натирает. Ну, была указия недавно. Пошел я с сыном в зоопарк, а он возьми при людях и опозорь меня. Возьми и крикни. Папа, смотри, у Павиана такой же мозоль, как у тебя. Не смешно. Нет, 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 я просто не об этом. В любой профессии бывают производственные травмы. Ну, конечно. Но на этот случай у вас же есть, это, велоаптечка. Обязательно. Вот, расскажите, что находится в велоаптечке веломилиционера? Значит, три главные жизненно важные вещи. Во-первых, зеленка. Вижу. Сейчас. Йод. А, вижу. Да. И детская присыпка. А, не понял. Ну, что вы не понимаете. А, понял, понял. Хорошо. Конечно. А велопарк у вас большой? Да, значит, велопарк милиции огромный. Значит, у нас две командчи, три орленка, четыре Украины и один гном. Простите, гном? Ну, просто, понимаете, была акция в магазине. Кто возьмет две командчи, три орленка, четыре Украины, тому гном в подарок. Шара такая. Ну, это, конечно, да. Да, да, да. Да, а непонятно, почему вы один вот сейчас, да? Где ваш напарник-то? А, наверняка на серьезном задании. Сейчас узнаем. А, давайте узнаем. Один момент, спокойно. Шифр. Давайте. Шина, шина. Я звоночек. Где Нибель? От Катафота привет. Серьезное задание. Что-то опасное. Знаете, честно, всякое бывало. Расскажите. Помню, внедрили нас в банду. Ага. А в какую банду-то? В банду байкеров. Ух ты. Наш начальник получил достоверную информацию, что среди байкеров много бандитов. А откуда он узнал? Из фильма «Ковбой Мальборо» и «Харли Дэвидсон». Значит, и мы в первый же день, значит, мы замаскировались под байкеров, а велосипеды замаскировали под байки. И поехали. И поехали. Значит, поехали в составе всех байкеров на фестиваль байкеров в Крым. То есть ехали одной колонной. Одной колонной. Значит, ехали не быстро, километров 40 в час. Падлы. Сначала мы держались с напарником во главе колонны, но потом у него возникли проблемы. Он отстал? Не, он охрип. Почему? Ну, думаете, легко полтора часа рычать, как мотоцикл? А, понимаю. Продолжайте. Да, на третий день проблем стало больше. У нас закончился пластырь. И нам приходилось с напарником останавливаться, чтобы зализывать раны. Кому? Ну, он мне, я ему. А что, самому себе нельзя, что ли? Не. Понимаете, раны от седла находятся в таком месте, что сам себе не залижешь никак. Понимаю, понимаю, понимаю. Да, да, да. Спасибо за интересный рассказ. Да, пожалуйста. А напоследок, расскажите, что же самое страшное в работе веломилиции? Значит, самое? Самое страшное. Значит, запомните, друзья. Самое страшное в работе веломилиционера, если увидит кто-то из знакомых. Это позор. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!